Здравствуйте! Это воскресная информационная программа «Неделя» в студии Георгий Плиев. «Смертью смерть поправ, Бог спас нас всех! Христос воскрес! Воистину воскрес!» Этими словами приветствуют сегодня друг друга христиане всей планеты. По словам патриарха всея Руси Кирилла, великий смысл этого христианского праздника в освобождении от духовного рабства. «Спаситель распростер на кресте свои объятия для всего человечества, и мы обязаны иметь такое же отношение друг к другу», — говорит патриарх. Сегодня пасхальные богослужения состоялись во всех православных храмах Южной Осетии, как это было в репортаже Стеллы Бязровой. Православные верующие Южной Осетии празднуют один из самых важных дат церковного календаря — Христово воскресенье или Пасху. В ночь с 27 по 28 апреля в храме Пресвятой Троицы прошла торжественная литургия, посвященная православному празднику. Традиционно пасхальная ночь начинается с крестного хода. Священнослужители и просто прихожане обошли храм Пресвятой Троицы три раза. В крестном ходе принял участие и президент Анатолий Бибилов. После праздничного крестного хода прихожане собрались в храме, чтобы помолиться и вместе с радостным возгласом «Христос воскрес!» встретить наступление светлого праздника — Пасхи. На богослужении, которое проводил священник храма отец Сергий, присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, спикер парламента Петр Игассиев, глава правительства Эрик Пухаев, а также члены правительства и парламента. С Христовым воскресением православных христиан поздравил глава государства Анатолий Бибилов. Сегодня очень светлый праздник. И, наверное, люди, православные люди с этим связывают всегда позитив, добрые дела, добрые начинания. И, конечно, всех жителей Южной Осетии, всех православных поздравляю со светлым праздником. И самое главное – верить, верить. И я думаю, что в свое время, как не верили в Христа, но потом за Него жизнь отдавали и показывали этим, что действительно Христа верят в Бога, вот в этой вере всегда была сила. Я хочу всем пожелать силы и терпения, и веры глубокой. С праздником всех! Спикер парламента Петр Игассиев также поздравил христиан Южной Осетии с великим праздником. В христианских традициях, в христианской религии, в православной религии – это самый великий праздник. Праздник олицетворяет победу света над тьмой, победу жизни над смертью. Наш Спаситель отдал жизнь за все человечество, чтобы открыть им возможность попасть в рай и пожертвовал своей жизнью. А уже вдруг от нас зависит, воспользуемся мы этой дорогой или нет. Я желаю всем гражданам Южной Осетии, всем православным христианам, чтобы эта жертва даром не прошла. Всех с прекрасным, светлым, чудесным, великим праздником, который сегодня состоялся и который сегодня празднует православное во всем мире. С ночи Великой Субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение в церкви и храмы, в это время традиционно переполненные верующими. С ночи Великой Субботы До утра в храмах остаются не все, в основном те, кто соблюдал пост и готовится к причащению. Остальные ждут, когда доставят благодатный огонь, чтобы отнести его домой. Благодатный огонь в столицу Южной Осетии был доставлен из храма гроба Господня в Иерусалиме. В завершении праздничного богослужения прихожане светили пасхальные яйца и куличи, а после была организована праздничная трапеза. Пасхальная литургия прошла также и в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение провел отец Яков. Служба продолжалась больше двух часов. Причастившись, прихожане расходились по домам. Я очень люблю сегодняшний праздник и поздравляю всю православную часть земли, начиная с нашей Южной Осетии. Это праздник возрождения, это праздник воскрешения, это праздник жизни. Я желаю каждому из нас, всем православным христианам, желаю праздника в душе, в доме, на нашей земле. Счастья нам всем. Праздник Пасхи наступил и пришел в наши дома, открывая сердца верующих для света и тепла. Этот светлый и радостный праздник дорог миллионам людей. Он обращает нас к истокам наших духовных традиций. Пасха по праву считается наиболее важным и самым древним христианским праздником. Это светлый и радостный праздник. В этот день православные радуются окончанию страданий и воскресению Сына Божьего и победе жизни над смертью. Пасха – фундаментальный праздник христианства, поскольку именно на Таинстве Воскресения Христа из мертвых строится все христианское учение. Стелла Бязарова, Александр Кочиев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск. Сегодня. Апрель для цинагарцев – месяц скорби. 27 апреля 1991 года – трагическая страница в истории Южной Осетии. В этот день было совершено еще одно преступление грузинских неонацистов против осетинского народа. Семь мирных жителей цинагара были убиты грузинами из соседнего села. Память невинных жертв кровавой трагедии почтили в их родном селе. Наш корреспондент Эльвира Тебелова о вечной боли матерей убитых ребят. Жители села Цинагар-Ленингорского района вспоминали трагические события 28-летней давности, когда на их глазах недалеко от села были расстреляны семеро парней. Пастух, у которого угоняли скот, с криками о помощи прибежал в силу и рассказал о содеянном. Семеро ребят решились отбить свое имущество у грузинских бандитов и ринулись на пастбище, но были расстреляны на месте. 28 лет прошло с тех трагических событий, но матери парней до сих пор не снимают раур и боль их не проходит. До сих пор они вспоминают этот трагический день, словно он был вчера, и все еще зовут своих сыновей. Субтитры создавал DimaTorzok Как известно, грузинские агрессоры на этом не остановились, в разные годы совершая преступления против народа Южной Осетии, отнимая все новые жизни и имущества осетин, в том числе и цинагарцев. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый год 28 апреля односельчане вместе с родственниками и близкими погибших собираются у памятника павшим героям, чтобы почтить их память. На мероприятии присутствовали президент республики Анатолий Бибилов и другие официальные лица, представители руководства администрации Ленингурского района, жители села, учащиеся цинагарской школы. Собравшиеся, почтили их память минутой молчания. Глава администрации Ленингурского района Виталий Мамитов отметил, что имена всех геройски погибших защитников и жертв грузинской агрессии никогда не будут забыты. Глава администрации Ленингурского района Виталий Мамитов В истории нашей молодой республики много трагических дат и событий, отметил глава государства Анатолий Бибилов. Ребята, которые возложили свои головы на алтаж свободы и независимости Родины и народа Южной Осетии, никогда не будут преданы запвению. Их жертва не была напрасной. На них будут равняться и новые поколения. Глава администрации Ленингурского района Виталий Мамитов, хорошая новая республика, что он неvieк hiç и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На траурном митинге также приняли участие учащиеся Цинагарской средней школы. Цинагарская зона не является частью военных событий, но общее количество погибших и без вести пропавших здесь людей за почти 20-летний период войны составляет 23 человека. Эльвира Дибилова, Сармат Гузитаев, Тамирлан Кусраев для программы «Неделя». Официальная хроника. Представители межведомственной группы изучают и вопросы медицинского обеспечения в приграничных районах, и вопросы противодействия эпидемиологическим угрозам. Также в двустороннем порядке были обсуждены потенциальные ресурсы для развития сельского хозяйства, и уже на третий день были подведены итоги работы межведомственной группы. Проблемы изучены, приняты к сведению. Все нюансы и в правительство Российской Федерации в скором времени поступят соответствующие предложения по решению этих вопросов. В республиканском субботнике на этой неделе принял участие и президент Анатолий Бибилов, как бы акцентируя внимание всего общества на важности и крайней необходимости особого отношения к охране окружающей среды. А это нам сейчас ой как необходимо. Ведь наплевательское отношение к этой проблеме в нашем обществе, увы, не редкость, и с этим надо что-то делать. Надо понять, что так нельзя, но это вредит и сказывается на нас не лучшим образом, и может плохо кончиться на самом деле. Будьте ответственнее, чтобы проблем было меньше. Сотрудники администрации президента во главе с Анатолием Бибиловым дружным коллективом вышли на уборку прилегающей к зданию территории. Как подчеркнул президент, наводить чистоту и порядок необходимо не только там, где живет человек, но и где мы проводим большую часть своего дня на работе. Конечно, надо поддерживать каждый день. Вот этот субботник как раз нужен для этого. И не только в городе, но и за городом. На таких святых местах, как в Жуэрте Бенте, Жуэрте Алборс, Кондакт Алборс. Вот это должно быть чистота, потому что чистота – это культура. Насколько чисто в городе, насколько чисто в республике, настолько люди воспринимают культуру этого народа. Вот что самая главная ценность вообще для каждого человека, чтобы была чистота вода. Президент заявил о необходимости проведения еще одного субботника, чтобы жители совместными усилиями убрали территории родников, водоемов. В мае мы должны еще один субботник сделать, для того, чтобы уже не только города хватить, но и вокруг города. Вокруг наших родников. И надо вот везде в этих традиционно культурных и действительно нужных местах, где действительно должен быть порядок, где должна быть чистота, вот мы там должны сосредоточиться и навести порядок. И уже потом нам, народу республики Южной Осетии поддерживать этот порядок. Сотрудники администрации президента помимо уборки территории побелились стволы деревьев и подровняли траву. Также по всей столице сотрудники ведомств с самого утра начали облагораживать территории вокруг зданий. Активное участие в уборке приняли сотрудники правительства МЧС, медперсонал РММЦ и учащиеся городских школ. Вывоз мусора осуществил комбинат благоустройства. Глубоко патриотическое звучание одного проекта в рамках инвест-программы. В центре Цхинвала будет возведен мемориальный памятник защитникам Южной Осетии. Эскиз проекта разработан архитектором Ибрагимом Хаевым. Мемориальный комплекс будет стоять на улице, носящий имя великого осетинского художника Махарбека Туганова. Важность этого комплекса нельзя переоценить никоим образом. Особо отчетливо это понятно именно тем гражданам, которые провели на протяжении многих лет не один десяток бессонных ночей под обстрелами и которыми пролиты горькие слезы по ушедшим героям. Родным по крови или нет не имеет значения. Героям, благодаря которым мы сегодня мирно и радостно празднуем Пасху и уже не вздрагиваем от малейшего шума. Ирина Битьева об архиважной стройке в ракурсе новейшей истории республики. В центре Схимвала на улице Махарбека Туганова приступили к строительству мемориального комплекса, павшим защитникам Южной Осетии. Разработкой проекта мемориального комплекса занимается северо-остинская фирма «Перспектива». Эскиз подготовлен северо-остинским архитектором, автором многих скульптур Ибрагимом Хаевым. Генеральным подрядчиком строительства является Гарант Групп. Сейчас идут подготовительные работы. Готовится строительная площадка под мемориал. Сам объект будет представлять себя 6-метровую, высотой 6 метров конструкцию, длиной 30 метров. Полностью займемся озеленением, подготовкой, благоустройством. И все технические нормы, которые необходимы в данном строительстве, не отходя от проектной документации и смертных расчетов, будут выполнены. Ранее мемориальный комплекс планировали построить на западной возвышенности у въезда в город Схимвал. После долгого обсуждения место строительства было пересмотрено. Окончательным стало решение построить мемориал защитника Межной Осетии в центре столицы республики. Монумент строится в рамках инвестпрограммы. График завершения намечен на начало осени текущего года. До 10 сентября мы должны уже в тестовом режиме запустить полностью все освещения, все подготовить и уже к 10 числу так импровизированное открытие, чтобы у 20 уже никаких сбоев и накладок не было. То, что сегодня детские сады города перегружены, это очень хорошо с точки зрения демографических процессов. Но, с другой стороны, необходимость в новых дошкольных учреждениях есть и со временем проблема должна решаться. В рамках инвестиционной программы в Цхинвале на улице Суворова строится еще один детский сад. Проект планируют сдать к концу года. Все подробности у Ирины Битиевой. На улице Кирова строится очередной детский сад. Здание по проекту двухэтажное, рассчитанное на 160 детей. К загладке фундамента здания приступили в начале марта. Сдать объект необходимо в конце текущего года. 8 групп, 20 человек. Там детская группа, ясерная группа, средняя группа и старшая группа. За два месяца работы строителям удалось поработать на опережении графика. И такие темпы позволяют завершить объекты раньше намеченного срока. Сейчас завершаются работы цокольного этажа. Параллельно идут работы по возведению стен. Для возведения здания используют местные строительные материалы. Для инвалидов преподействуют эскалаторы, чтобы они поднимались на второй этаж. По технологии, значит, у меня на санпанду стоит специальный, а потом второй этаж мы дали шамейский завед, чтобы они поднимались специальные подготовленные, чтобы они поднимались на второй этаж. Построить новый детский сад в этом районе крайне необходимо. Поблизости нет ни одного дошкольного учреждения. Они были разрушены во время августовской войны. Строительная организация «Престиж», занимающаяся возведением объекта, благоустроит и территорию вокруг детского сада. Планируется установить 8 игровых зон, посадить зеленые насаждения. До конца лета под крышу постараемся подвезти на степени, в детский сад, на Многаске. На этом все. Еще раз поздравляю вас со светлым Христовым воскресением. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok